Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Лето с футбольным мячом определит чемпионов среди дворовых команд 63 региона. В Самаре начался третий заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу. В Тольятти стартовал теннисный турнир паралимпийцев. На турнир теннисистов паралимпийцев в Тольятти приедет 15-я ракетка мира. Японец Атоши Сейде попробует разыграть призовой фонд 800 тысяч рублей. Поединки до финальных встреч пройдут с четверга по воскресенье на кортах Тольятти теннис-центра. Кроме японского мастера ракетки заявилась почти вся элита мирового тенниса на колясках. Игроки первой мировой тридцатки из Чили, Голландии, Польши, Франции и России. Турнир дает очки для попадания на паралимпийские игры в Рио-де-Женейро 2016 года. Первомайский спуск набережной чемпионат страны по пляжному футболу с четверга по воскресенье. Третий заключительный этап. Именно в Самаре определяются команды, которые поедут в Сочи на матчи плей-офф и розыгрыш комплекта наград. Претенденты на медали столичные. Локомотив, Динамо, ЦСКА и Строгино, подмосковный Элман, Питерский Кристалл, Новосибирский Джокер и Самарские Крылья Советов. В пятницу в 6 вечера Крылья Советов разберутся с Динамо, а в выходные в 15.45 самарцы встретятся с Локомотивом и Элмонтом. Пока Крылья занимают третье место в турнирной таблице. Впереди Московский Локомотив и Питерский Кристалл. Отставание от лидеров 7 очков. В спину Советом дышит столичная Динамо. Финал футбольного турнира дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдет в пятницу. На стадионе ЦСКА ВВС на Старозагоре завершится пятый сезон этих соревнований. Статистика турнира с ног шибательная. В играх приняли участие более 3000 команд со всей губернии. 30 тысяч детей от 10 до 14 лет добились успеха на футбольном поле. Кроме мальчишек, в мяч играют и девчонки. Отбор финалистов проходил в два этапа, начиная с начала июня, в городах и селах, а потом на районном уровне. В итоге кубки и медали разыграют 16 лучших команд Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.